Так, он не туда и не сюда. Что-то из него сделаем. Измерять он не будет, но металл куда-то пойдет. Привет, друзья! Такая тема. Имеется вот такой классный штангелёчек. Точнее, когда-то он был классный. Подарок от моего подписчика, от Вячеслава. Значит, он был немножко ржавый, я прошелся ортофосфорной, а затем мелкой наждачкой. Кислотой травил зря. После кислоты поверхность получилась какая-то не очень. Такие мелкие бубочки. Нужно было просто наждачком пройтись, и было бы все окей. Значит, что здесь пишут? Калибер. Вот здесь Лейба. И здесь УССР. То есть, сделано в Украине. Украинская Советская Социалистическая Республика. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы его обезжирим и покроем цинком. Я думаю, если поверхность будет матовая, то вот эти вот цифры, вот эта вот насечка будет видна лучше. Хотя, и так вроде бы видна. Ну ничего, сейчас мы обезжирим и покроем. Чем-нибудь. Так, глубину мерчик. Это сделаем вот так. Возьмем. Вот это у нас мистер крот для чистки канализация. Вещь страшная. Щелочь. Маленько. Сделаем вот так. Я думаю, хватит. Много не нужно. Теперь возьмем вот эту вот кисточку. Стойкую к щелочи. И сделаем вот так. Нанесем сверху. Снизу. Везде, где только можно. Пружинка. Еще маленько. Со щелочью нужно работать в перчатках и в очках. Попало на руку. Теперь печет. Так, поехали. Здесь у нас цинковый купорос. Так, вылить его сюда, что ли? Или из пузыречка? Так, напряжение. Напряжение. 2,5, 2,8. Три. Три вольта. Нихай будет три. Так, что у нас здесь? Здесь у нас засохло с прошлого раза. Давайте мы сделаем вот так. Начнем с глубиномера. Пошло? Пошло. Пошло, поехало. Не знаю, как так получилось, что штангель остался без покрытия. Никакой гальваники. Хоть бы никелем вскрыли. Может быть, он бы так не заржавел бы. Эта деталь внутри мы сильно оцинковывать не будем. Так, здесь нормальненько. Немножко с этой стороны. Вроде матом ничего, да? Нормальный цвет. Ну, хоть ржаветь не будет. Если хорошо получится, я этот штангель буду носить на базар. Он не очень точный, очевидно. Но там что-то такое замерить будет нормально. Здесь остались чёрные пятна. Не хотел их сильно терять. Хайп будет такой, как есть. И вот эту вот канавочку. тоже нехай оцинкуется. Финиш. Чего оно чернеет? Непонятно. Маленько сполоснули. Теперь сделаем вот что. Здесь у нас немножко пасты. Давайте-ка немножко потрем. посмотрим и посмотрим что у нас с этого получится. Маленько промыл с мыльцем. Теперь протираем то. По-моему, как и было, как и есть. Сильно натер. Но ничего, он слегка окислится, покроется матом и будет иметь нормальный, более-менее нормальный вид. Собираем пружинку вот сюда. вот это вот сюда. Стоп. Глубиномер. Забыли? Глубиномер. Вот так. Чик. Чик. Пошел нормальненько. Открутим вот эти винты. вставим их здесь раз и еще раз. И вот эту вот накладочку вот здесь. И прикрутим. И привертим. Нормалек. Нормалек. Как и было, как и есть. как и было, как и есть. Смажем. И все будет окей. А здесь у нас все четко. Все по нулям. вот такая красота. Ставим пальцы. Всем пока. пока.